Всем привет, Оксана из Алабамы. Добро пожаловать на наш многократный канал, самый многократный канал о жизни в Америке. Сегодня у нас будет очень необычная беседа. У нас гость Сергей из Майами. Здоровайся, Сергей. Здравствуйте. Сергей со мной связался несколько месяцев назад, даже, мне кажется, даже год назад. Уже год, наверное. Да, да. И мы все с ним не могли состыковаться, чтобы записать интервью. Мы будем сегодня говорить о религии в Америке, о том, в какую церковь входит он, что он думает об этих людях. Поэтому, надеюсь, вам будет интересно. Получается, тут будут папки «Русские в Америке по философствуем». Мы любим. Да, Серега, ты помнишь, как ты решил мне написать тот ролик? Помнишь, да? Да, я помню, что ты сказала, у тебя была в кадре история, что где-то ты повстречала свидетелей Иеговы, хотела побольше о них узнать, но не получилось по каким-то причинам. И я вот это услышал, думаю, ну а почему не предложите, если ты хочешь узнать больше? И написал. Потому что, знаете, вы все можете узнать, мы все можем в гугле загуглить. Но одно дело загуглить в гугле, а другое дело ты с живым человеком поговоришь, посмотришь ему в глаза и посмотришь, во что он верит. В каком году ты родился? В СССР, да? В СССР, конечно, конечно. В 80-м году. В 80-м году. То есть уже еще с СССР не распался? И не думал. Да. Вот меня воспитывали в атеизме. Я помню, что в школах были надписью даже в Узбекистане «Религия опиум для народа». А как это было у вас? Тебя также воспитывали в атеизме или нет? Ну, у меня такая смешанная семья. С одной стороны военные, с другой стороны такие верующие. И первая моя религия как бы в детстве – это православие. Да. Конечно же. Бабушка водила в церковь. Тоже такие смутные воспоминания. Я левша, а там мне постоянно били по руке, что крестись другой рукой. Знаешь, такие бабульки там, которые постоянно присутствуют в храме, они так строго относятся ко всем этим деталям. Витуалам, да. И да, я сильно так от этого получал. Знаешь, сейчас службу стоишь утром, в выходной день, в воскресенье, а там пахнет дымом, много людей. И натощак. И иногда плохо было, не выдерживал стоять. И тоже это приписывали все каким-то силам. Ой, я один раз в церковь в обморок упала. Я упала в обморок. Я не была ребенком, я была взрослым человеком. Там какая-то была служба, какой-то праздник. И я пошла. Я не одна пошла, потому что, думаю, интересно было. И я просто потеряла сознание. Было много народу, жара, Ташкент. И кто-то сказал, что на меня Бог набросился. Вот, а это у нас было в Саратовской области. Такая история. Ну, сколько мне было лет, а я до сих пор это помню. Потому что такое... Пирожки с вишней, вот эти церкви. Все, что я помню. Из детства. Вот меня некоторые спрашивают, есть ли православная церковь в Мобиле. И я подписчикам скажу. У нас православная одна церковь. Она считается греческой. В ней проводят фестивали. Они позволяют русским в аренду зал взять. Не бесплатно, между прочим. Как у вас в Майами с православными церквями обстоит? У вас есть вот прям где на русском языке идет служба или нет? Все-таки большой город. Ну, я только по слухам знаю. Я не был там. Знаю, что есть одна церковь такая, достаточно крупная. Они купили какой-то костел бывший. И так хорошо его, ну, переделали в церковь. Уже заказали купол там какой-то даже такой золотой. В Майами же много приезжает из России, из Украины. Кто-то женщины приезжают на роды, кто-то здесь живет зимой. И много прихожан, в принципе, много православных приходит. И, ну, здесь даже такое на бизнес так поставлено вот это дело, мне кажется, немножко так используют вот эти религиозные чувства людей. Чтобы все было хорошо в родах. Что же, вот эта церковь тут как тут. Давайте мы вас благословим. Как бы, да, да. Ну, вот. Есть. Есть на русском языке. И одна даже знакомая моего друга, она открыла, знаешь, Плаза, где различные магазинчики, она открыла тоже такой храм. Для нее храм это как бизнес такой. И она так открыто об этом говорит, что даже это пугает. Ну, давай поговорим вообще, что ты думаешь о религии в Америке в общем. Я вот тебе скажу свое впечатление, да, что мне интересно, как ты. Я когда в Америку приехала и увидела, что здесь почти все храмы, они иногда даже не похожи на храмы, они похожи на театры какие-то. Или просто дом с каким-то крестом. И что это протестантские, много баптистских, католических. Даже видела как бы дом, где собирались экстрасенсы, эзотерики, там можно было... Экстрологи. Да, да. И это был как бизнес, там можно было, я помню, христаллик купить и карты Тара. Я прям была в таком шоке. У нас, говорю, в Ташкенте это был клуб экстрасенсов, а здесь это церковь, там каких-то там мунитористов, что ли. Вот. И разные ходила церкви я, потому что мне было интересно. Я просто ходила. Я просто ходила для развития языка. Это у меня было как в театр сходить. Я приду, посмотрю, потому что в некоторых это все такая программа, как концерт. Они там играют на музыкальных инструментах, они поют эти вот гимны. Вот. Ну меня поразило, я в двух штатах так, ну, жил, можно сказать, да. Это Джорджия и это Флорида. Я заметил, что в этих штатах, я думаю, ну, во всех как-то управление города самого, оно выделяет для строительства этих всех церквей отдельную какую-то зону, эрию, отдельную улицу, может быть, даже. И ты вот, например, едешь в свою церковь, и ты проезжаешь все церкви, да. Все эти религиозные заведения, все эти здания, они стоят, как правило, на одной улице даже, друг за другом, вот в этих городах. У нас, например, здесь Memorial Highway, где находится наш зал царства. Это вот святые львовы собираются в зал царства, Kingdom Hall по-английски. И это всегда, это на улице, рядом с другими какими-то католическими церквями, или это там те же православные, либо мечети, либо баптистская церковь. Как-то вот у них это так организовано. Конечно, это у них очень большое разнообразие представлено. Практически нет никаких ограничений и запретов со стороны государства, чтобы люди исповедали свою религию. Ради Бога. Не приносит вреда, иди, и никто тебе мешать не будет, защитим даже. То, что на больших церквях даже это замечалось, что в воскресные дни, в субботние, там полиция организовывает движение каждый раз. То есть там она его перекрывает. Да, это, ну, таким образом, так все организовано. Вот это я заметил разницу, что в России там что? Мечеть, я даже вот в Москве, да, я жил, я знал, где она находится, но это далеко там не на каждой улице, а там две-три мечети там на весь город. Вот иудейские, я вообще что-то даже не знаю, где синагога в Москве. А здесь это вот, в Майами очень много как раз вот синагог. Там, конечно, на каждой улице практически своя синагога. Вот. Вот такая разница, и она бросается в глаза. Если ты как бы пытаешься найти свою религию, да, там, свое место поклонения, то ты увидишь, что это много всего здесь. Ну, расскажи нам, когда ты понял, что ты должен служить Иегове? Иегове. Иегове. Да. Ну, я это понял так 20 лет назад, где-то в 98-м году. Сколько лет прошло, да. И как я не понял, это, опять же, моя бабушка, которая была православной всю жизнь, она как-то пришла домой и говорит, вот, я была в собрании, там очень интересно, молодые люди собираются, тоже там какие-то дают доклады на библейские темы, изучают Библию, очень интересно. Я думаю, что за вообще ерунда, что куда на это там попал, пойдем сходим. Ну, пошли мы в этот зал в Кунцево, я и в Кунцево жили в Москве. Там не было, конечно, залов царства, как в Америке, да, это все снималось где-то кинотеатры, или это там какие-то дома культуры, и там проводились вот эти встречи религиозные. Ну, пришел, что-то, мне особо ничего не понравилось. Ну, вот, вот ходит ко мне один молодой человек, говорит, хотел бы ты изучать Библию? Я говорю, да нет, не хотел. Он говорит, ну, если хочешь, вот тебе мой телефон, там, позвони, если вдруг заходишь. Ну, ладно, и так ушел уже и забыл, собственно, что входил там куда-то, а потом что-то было в свободное время, думаю, да, позвоню, ну, послушаю, что он там скажет. Ну, и таким образом, как бы, мы начали изучать Библию, и это так мне подошло, так, как бы это сказать. Тебя это проняло? Проняло, да, вот эта искренность, вот эта, как бы, открытость, честность этих людей, то, что они, как бы, ничего не требовали от меня. То есть тебя не требовали съесть твоих детей и продать твою квартиру, да? Нет, абсолютно, наоборот, как бы, побуждение, там, к размышлению, к изучению. Ну, и вот, как бы, задержался я, да, как бы, стал свидетелем. А у вас в Майами есть храмы, да, Kingdom Hall, да, это зал царства. Да, они есть, но сейчас карантин, сейчас все закрыто. Ну, вы онлайн, как бы, делаете? Онлайн, да, онлайн у нас проходят также встречи, да, регулярно. Ну, расскажи, расскажи мне, у вас там только русские или русские американцы? Вот куда, куда ты ходишь в свою церковь? Ну, там распределено время, конечно, в основном это встречи на английском языке, собрание, да, собрание, да, собрание, да, это группа по 80, по 100 человек. И вот есть там, в каждом зале, здесь, я думаю, есть там 4 группы на английском языке, вот по 100 человек, там столько же на испанском языке во Флориде. И в Джорджии тоже, кстати, распространен испанский язык. И одна группа на русском языке. Ну, у вас же та же самая Библия. Та же самая в смысле? Та же самая Библия, как и у баптистов, как и у православных. То есть, если бы я тебя вот спросила в лоб, вот, объясни мне, вот, объясни нормальному человеку. Так. Подписчику канала, который, может быть, вообще не интересуется религией. Вот, для тебя лично, как ты понимаешь, какая была бы разница между православным и свидетелем Иеговы? Или свидетелем Иеговы и баптистом? Ну, разница вот именно как раз в понимании Библии, в учениях Библии. То, что, как ты говоришь, Библия одна, но христианских учений, христианских церквей больше двух тысяч. Представляешь, вот все по одной книге, и каждый понимает по-разному ее. У свидетелей Иеговы вот как раз тоже есть свои такие понимания от этих мест библейских учений, которые, как бы, отличаются от понимания баптистов, православных. У свидетелей они более такие, как сказать, применимые в жизни, что ли. Свидетели пытаются жить по Библии в своей жизни сегодня, в современной. То есть, как бы, для них православие, оно более ритуальное. Знаешь, ты вот в православии как? Ты можешь не погружаться там, ну, не узнавать, не стараться узнать много там о Библии, да, об Иисусе Христе, а просто пришел в храм, вот иконы, вот свечки, вот что-то там говорят непонятно в службе. То, что там же говорят иногда не на русском языке, а на старославянском. Да, правильно, верно. Вообще непонятно, что там говорят современному человеку будет. Но ты, тем не менее, ты православный. Ты вот так постоял, выказал уважение вот этому всему непонятному и пошел домой. У свидетелей как-то более читают текст по Библии, именно на современном языке, на русском, на английском, и пытаются вот этот текст как-то объяснить, как он в жизни полезен, как он применим сегодня, как можно было бы жить по нему, потому что мы считаем, что жить нужно, чтобы угодить Богу, нужно жить по его законам, а законы в Библии указаны, законы Бога. То есть мало обрядов, и не обряды важны, а именно твоя жизнь важна, твоя жизнь по Библии. Ну, не именно прям по Библии, а по законам Бога, да, по слуху Бога, что сказано. В этом отличие как-то, что обрядов нет, а есть вот именно узнавание Библии, изучение и применение в своей жизни. Вот это отличие. Ну, вот ты знаешь, это мне напоминает, когда я ходила вот в церкви, например, вот объединенных методистов, мне нравилось, что просто это все было приземлено, то есть никаких там свечей, никаких икон, все сели, пастор вышел, прочитал что-то из Библии и стал рассказывать какую-то историю своей жизни или из жизни людей, которые ходят в церковь. И вот он это вот все вот так вот раскрывал, как прекрасный оратор, и, в общем, это было интересно послушать. И потом все вставали, могли песенки попеть и все такое. Что значит, что меня одно время не раздражало, одно время меня раздражало, то, что я, во-первых, не понимала, о чем идет речь, но я все равно продолжала ходить, потому что для развития английского я все равно приходила, я сидела, для меня это был шум, просто шум, и потом в один прекрасный момент я начала, я начала понимать. Шум превратился в слова. Да, да. Смысл, обрешиваться. И вот я не знаю, как у вас, но, например, мне нравилось, что там давали эти как бы брошюрки, листовки, где было написано, о чем идет речь. Я домой приходила, брала словарь и переводила. И таки, то есть, я дома еще занималась, вот таким образом. Ну, у нас этих брошюрок очень много, да, и сейчас они все есть в электронном виде, то есть сейчас каждый подписчик, кто посмотрит, может, в принципе, все это получить. Не бумажный, есть в бумажном виде журналы, есть брошюры, есть книги Библии. Нет, я мела в виду про то, как идет служба, то есть, речь о том-то, пастор зовут так-то, песни о том-то, такие-то песни поем. То есть, был всегда план. То есть, у вас есть план, какие песни вы поете во время службы? План есть, но у нас, помимо плана, еще тебе бесплатно дадут там песенник, где эти песни, где там эта статья, которая будет изучаться именно о чем, о чем Библии. Да, это все есть, и сейчас это все есть в электронном виде, я говорю, не нужно ничего бумажного, как коронавирус, видишь, как раз будет это защищено. А дальше, оказывается, в электронном виде. Я вспомнила, когда я ходила в церковь объединенных методистов, там ты сидишь и везде книжки, ты берешь книжку и поешь с нее или смотришь, а я представила, все в электронном виде, все достают свои телефоны. Вот так и происходит сейчас. Да, сейчас так и происходит. Висят большие экраны, текст песни есть на экране, можешь открыть его в своем приложении. jw.org, сайт, там вот все есть, и на русском, и на английском. Если кому интересно, пожалуйста, смотрите. Я дам ссылку, дам ссылку. Слушай, а значит, как долго у вас идет служба? Ну, смотри, у нас есть две встречи в неделю. Одна встреча такая, где как раз, как ты говоришь, вот пастор выступает в других церквях, у нас это как публичная речь. Называется, выступает тоже брат, у нас называют братья и сестры, как у всех, всех соверующих, крещеных. И вот он выступает с речью, речь 30 минут. Потом изучение статьи из нашего журнала, это тоже где-то час уходит. И перед каждой встречей песня, и вначале, и в конце молитва. Все это занимает где-то полтора часа. Ну, и сама ты понимаешь, там, пообщаться еще до и после, то есть где-то это два часа занимает все вот это мероприятие. И в будни есть встреча тоже, она также проходит по времени, где-то также занимает. Тоже разбирается книга на библейскую тему. Сейчас про Иисуса Христа как раз книга разбирается. Слушай, а вот когда я вот в церковь ходила, я помню, во многих церквях баптистских, объединенных методистов, обходит такая тарелка по рядам, выходят люди-ушеры, это волонтеры, и собирают пожертвования 10%. Да, у вас это как? У вас тоже обходит тарелка? И получается, если ты не положил, ты чувствуешь такое чувство вины. Я не положил. Такого нет вообще. И никогда не было у Светы Леговы. Как, в принципе, это вот это им отличается. Тоже, как бы я заметил, у меня бабушка пришла вот в тот день первый, она принесла книжку такую, ну, красивую, такую, позолотой написанную. Я думаю, ну вот, развели, я там купил эту книжку, листаю, говорю, ну и что, сколько ты за нее отдала денег? Говорит, нисколько, это бесплатно. Я говорю, как бесплатно? Ну, ну, говорит, бесплатно, вот. Не собирают денег, странно, какая религия, что денег не собирают. Ну, и стоят ящики при входе, куда ты можешь положить деньги, сколько считаешь нужным, и когда нужным. Никто не смотрит, кто кладет, кто не кладет, сколько кладет. Сейчас можно еще онлайн тоже на сайте делать эти донейшн, пожертвования. Ну, вот, с карточки. Обязательного нет, десятины нет никакой обязательной. Кто сколько считает нужным, от сердца дает. Я расскажу подписчикам смешную историю. Много лет назад я, у нас пастор, значит, толкнул речь, говорил про десятину, и он говорил о том, что Бог тебе воздаст, туда-сюда им, привел примеры вот знакомых. Я в церковь внесла тысячу долларов. То есть я могла бы ее потратить на детей, на отпуск, на что-то. Я, знаешь, я так прям вдохновилась. И он говорил, что он хотел собрать деньги и построить новый знак около церкви. Это было в Пенсаколе мы жили. Уже Сергей ко мне пришел, но мы с ним еще не поженились. И вот я вот отнесла. После этого я пошла, потратила 100 долларов на лотерейный билет. И думаю, вот теперь тебя, меня Бог засловит. Получишь миллион. Сейчас я там выиграю. До сих пор играю. Ну, здесь, правда, в Алабаме лотерея не продается. Не продается? Нет, вообще, в Алабаме нет. Это же консервативный штат. Ой, как интересно. Да, здесь лотерея нет, казино нет. Если хочешь в казино-лотерею, надо ехать там, в другой штат. Нет, у нас это очень здесь. Любят. В Флорида. Все это. Каждый баннер висит. Powerball. Сегодня можете выиграть 100 миллионов. Да. Там, джекпот. 200 миллионов. Такие суммы, что... Вот ваша вера, как? Вот если ты веришь, то есть это ты не должен покупать лотерею, или это кто как хочет? То есть есть какой-то запрет вашей религии на игры? У нас такой подход, что неправильно было бы проявлять жадность. Если ты это делаешь как бы с жадностью, с такой вот прямо неутолимой, как бы с азартом таким, то это неправильно. Тут же нужен такой, как самоконтроль. Просто посмотреть, как это на тебя влияет. Если это на тебя сильно влияет, то что ты теряешь контроль над собой, ты можешь нанести вред своей семье этим, то это не приветствуется. Ну и, конечно, лучше избегать, в принципе, чтобы не было такого соблазна. Но вообще, чтобы запрещали, я не слышал таких. Когда я ходила в церковь, мне нравились, только те церкви нравились, где были ясли для детей, чтобы я могла детей туда сбросить и пойти от них отдыхать. Ваши церкви есть? Нет. Такое? Нет. Ну тогда это вам не важно. Знаешь, у меня тоже двое детей, и да, я бы с радостью, ты говоришь, отдыхать, ну хотя бы это время, но нет. Приходится сидеть, как бы детям тяжело, бывает тут сидеть, слушать на месте. Ну вот, делают шум в собрании. Я расскажу смешную историю, потому что у нас, хоть и религиозная, философская тема, я не могу без смешной истории. Ну надо, надо, надо. Значит, у меня еще не было дара, джессов где-то было, ну не знаю, 6-7 месяцев, 8 месяцев. Я его, ну, бебиситеру при церкви, когда пришла его забирать, он стоит и вот так вот делает, так, я думаю, что-то у него во рту. Я достал, я ему говорю, ну-ка выплюни, я стала это, он не выплевывает, я там им пальцы в руку достала. Вот такой жук был, майский жук у него во рту, то есть он его там где-то подобрал в этих яслях, и давай его во рту это. Что называется, да, оставишь постороннему человека своего ребенка, и он сожрет тебе таракана или что-то. И у меня вот это прям осталось прям. Уже тяжело стало оставлять, да? Да, 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 уже так. И потом я потом просто, знаешь, что я стала делать? Нет, я все равно ездила в церковь, но я уже сама стала там волонтерствовать. Я стала волонтерствовать, я просто сидела там и за другими детьми смотрела. Мне за это не платит. То есть я, получается, даже не столько службу слушала, а сколько сидела здесь без чужих. Вот. Но за это у нас была такая плюшка. Они потом всех кормили, и люди должны были заплатить на свою еду. А я тогда кушала бесплатно и могла еще тарелку домой мужу больному притащить. Поэтому не то, что я прям такая вся святая, у меня были свои, так сказать. Я думаю, о, пожрать домой принесу, что муж бы не работал, болел гипотицией. Вот. Ну, мне нравилось, что церковь была как вот клуб по интересам. Ну, община, да. Община, да. Есть друзья. Я не знаю, как у вас сейчас расскажу, как у нас было, значит. Мне нравилось в Техасе, когда у меня была плохая финансовая ситуация, мне церковь деньги дала, почти 2000 долларов. Они, моей маме купили билет. Моя мама первый раз приезжала за счет церкви. То есть церковь помогала. И вот у меня вот эти вот впечатления остались. А еще, значит, я могла паста распакованную жену к себе в гости пригласить, там что-то приготовить вкусненькое. И кто-то там в церкви мог у себя на дому собрать людей. Когда мама приезжала, они в ее честь это все собирали. Правда, не было Ютуба, я не могла, я не делала видео, но сейчас я думаю, блин, это так было круто. То есть эти люди вот с открытой душой. Я их так... Кстати, это вот еще одно отличие. Я соглашусь с тобой, что вот в православной церкви ты приходишь, не знаешь, кто рядом стоит. А здесь ты когда приходишь, ты уже знаешь, ой, это там Джон, это Мэри, это Вася, это Петя. То есть друг с другом знакомы и в жизни как-то пересекались, а не то, что там как в кино приходишь и не знаешь, кто сидит рядом на сиденье, да, в соседнем, на соседнем месте. Это как бы тоже как привлекает как бы людей, да, когда они видят, что действительно живое такое общение, а не просто как бы служба и все, и пошли по своим делам, никто там друг с другом не общается. У нас тоже сейчас, у нас же в России тяжелая ситуация со свидетелями. Они признаны экстремистами, Верховным судом, и там вся литература запрещена, многих братьев посадили в тюрьмы за то, что они продолжали как вот это изучение, проводили встречи. Я не знал. Да, да, это очень серьезная ситуация. И вот сейчас, кто приезжает в Америку, мы тоже стараемся помогать нашим братьям, там подготовить кейс для иммиграции, помочь, как это сделать. Вот, такую поддержку оказывать. Но ты как вот тоже, как иммигрант, ты понимаешь, как важно в первые годы здесь не оказаться одному, а если кто-то тебе даже что-то честно подскажет, да, даже не деньгами, но хотя бы вот просто направит правильно. У меня этого не хватало, чтобы мне кто-то давал советы. Мне не хватало. Не наступить на те же грабли, кто уже наступил, когда приехал. Это очень-очень важно. Иногда это больше денег, потому что, ну что деньги, ты можешь их все и на ошибки истратить. А тут, когда ты целенаправленно что-то делаешь правильно, изначально уже ты приобретаешь тем самым. И это он говорит о том, что вы все должны прочитать книгу «Америка мать зовет» и сборник рассказов «Не валяй дурака Америка», прежде чем сюда приехать. И тогда у вас на многие ваши вопросы будут ответы. Я заметил, почему я согласился с Оксаной поговорить. Вы знаете, она очень искренняя. Возможно, может даже, знаете, не так красиво, не в глянцевой, как не гламурно так рассказывает про Америку, как здесь есть. Здесь не только Нью-Йорк, Америка – это не только Нью-Йорк, не только дорогие отели красивые, как на обложке, но еще это. И вот суп в церкви выручает. Знаете, первый год я как приехал, я вообще у нас момент один остался. Я же все честно, чтобы не работать, как бы пока не получу work authorization, чтобы все было правильно, старался. И я истратил все деньги, что у меня были, как бы здесь. У меня осталось 5 долларов, а курица стоила 5,50 где-то. И мне не хватило курицу купить в магазине, но был день благодарения, и пожилые женщины в нашем собрании говорят, вот иди там, будут давать индейку в церкви, даже не свидетельской церкви, а как раз, по-моему, или это был какой-то, как это называется, благотворительный стол какой-то, где перед праздником дают, и мне дали эту индейку. Я думаю, вот, вообще, надо же. То есть ты приехал сюда без семьи, ты приехал один? С семьей, конечно. А с семьей ты приехал? С семьей, да. Ну вот, и мы тут прошли тоже все. То есть, получается, вы приехали, вы как многие мигранты, у многих такая была ситуация, они там все деньги с собой привезли, и потом у них это все тут разошлось, пока они вставали на ноги. Денег не было у нас особо, когда мы приехали, но у меня были здесь друзья, у которых пожить первое время можно было, потом им, а я такой, знаете, я пожить просто не могу, если я у кого-то живу, мне надо там праздник делать, шашлыки каждый день, грубо говоря, и я все эти деньги там, ну, как тут, часть так, хотя жили, вроде бы говоря, у друзей, но тратил больше, чем обычно, я трачу на все вот эти вещи, чтобы там продукты, на застолье. любишь вкусно покушать и других угостить. я люблю угостить, а не как бы покушать так, мне главное, что вот было, были все рады и весело со мной рядом. Понятно, Ваша церковь, то есть деньгами будет помогать, если кто-то сказал, у меня беда, мне нужно деньги переехать, или что? Вот именно церковь не будет помогать, но какие-то братья церкви могут так помочь. Да. Понятно. Давай поговорим о баптизме. Я знаю, что в православии крестят младенцев, баптисты не крестят, баптисты ждут, когда ребенку будет хотя бы 12 лет, чтобы это было принятие Иисуса как их спасителя сознательным. Как вы относитесь к этому? У нас ближе к баптистам нет определенного возраста, но человек должен быть осознанно принять это решение, и у нас вообще как не то, что там принимаешь ли ты Иисуса как Господа своего, да, там, как мне говорится, а у нас проходит изучение, где основные наши учения, понимание Библии, человек разбирает при помощи вопросов, отвечает, то есть видно, понимает он или нет, да, вообще о чем речь идет. И потом, когда он желает уже креститься, есть специальные вопросы, тоже, вопросы на крещение, они так и называются, для желающих креститься, и человек должен пройти такое, как интервью, должен ответить на эти вопросы, и тогда он старейшина, у нас называется старейшина, кто в собрании, как руководит собранием, и они тогда принимают решение, готов ли человек креститься или нет, на основании его ответов на вопросы. И, конечно, чтобы так это все пройти, нужно, чтобы человеку был достаточный возраст, не младенец. А при крещении вы тоже даете им другое имя или нет? Нет. Нет. А ты знаешь, есть вот такая теория, я не буду говорить, какой блогер это озвучивает, что, когда даешь имя какого-то мученика, ну, при крещении христианском, что-то, наоборот, очень плохо. Если вас крестили, надо посмотреть, как этого мученика замучили, потому что у этого человека в жизни могут быть кучи проблем, потому что вот именем того мученика окрестили. В общем, очень интересная теория. У нас происходит как по библейскому образцу, полным погружением в воду, и никакого имя не меняется. Где в Библии хоть один случай, что крестился и получил другое имя после крещения? Иисус как был Иисусом, так и остался Иисусом после крещения. Все апостолы как были, так и остались со своими именами. Мы стараемся придерживаться первоисточника. То есть вы также читаете «Отче наш» и «Жиесе на небесе», да? Или нет? Ну, хочешь, объясню. Объясни. Мы не повторяем записанных молитв. Ага. У нас молитва – это разговор с Богом, с Творцом. Своими словами. Своими словами. Мысленно даже. Мысленно даже. Там вот перед «Ежесе на небесе», если прочитать чуть выше в Библии, это, по-моему, шестая глава Матфея, да? И там говорится, что когда молишься, не будь как фарисеи, которые стоят посреди улицы и молятся, чтобы люди их как хвалили, да? Да, видели. А ты же зайди в комнату, закрой дверь и помолись Отцу, который тебя услышит. И после этого говорится как раз вот это «Отец наш на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, дай нам хлеб на каждый день, прости долги наши, да? И для чего это сказано было? Мы не видим потом в Библии, чтобы кто-то из апостолов повторял эту молитву слово в слово, да? Но Иисус, как мы понимаем, сказал эту молитву, чтобы знаешь, как говорится, ну о чем говорить с Богом? Да, вот может человек задаться о чем? Что я ему скажу? Ну вот, и как раз в этой молитве перечисляется, что ты можешь сказать, о чем ты можешь молиться. Ну и как видно обо всем практически, да? И о своих потребностях, и о своих горестях, и о своих переживаниях, о благодарности Богу, о прославлении Его имени. Ну вот, мы так это понимаем. Понятно. Благодарю. Благодарю за ответ. Я просто, у меня такое впечатление, что святые Еговы, скажем так, у меня было всегда впечатление, такие навязчивые люди, которые в Узбекистане могли подойти, начать рассказывать о своей религии, которые могут ходить по домам и свои журналы разносить, и то есть мормоны так тоже, да, мормоны так делают, то есть мир-баптисты не ходят здесь, и объединенные методисты не ходят. То есть получается так, что вас, ваша религия, вас, ваши старейшины заставляют это делать, я пытаюсь понять, вот, кто вас заставляет распространять, завлекать людей, учить их, получается, я пока не забыл, просто бы хотел сказать, как бы они назойливы не были, ты не стала свидетелем Ягова, не стала, то есть у тебя был твой выбор. Я журналы получала, я помню, я читала, я читала, я помню. То есть ты можешь сама принять это решение, никто тебя не зазомбировал, никто тебя там какие-то заклинаниями тебя не впряг никуда, не затянул. не тебя. Собственно, как я, я не знаю таких случаев, кто насильно, кого насильно получилось, но за 20 лет я не видел таких людей, кто там страдал, хотел уйти, его не выпускали, да. А теперь вот просто проанализирую, как лучше отпуск, что эти люди ходят, их там вот что-то побуждает это делать, ходить так, или нужно за это их сажать в тюрьму. Нет, почему я тебе скажу, просто твое мнение, как пускай ходят, если им это так камильфо, и все, правильно? Или надо это запретить на государственном уровне, и действительно арестовывать. я не про Россию думаю, понимаешь, а я продумала как в Америку. Мы с тобой вот уже в двух странах жили, и я вижу просто разницу. Здесь вот улицы разными церквями, да? Да. Вот одна улица, одни церкви. И ходи, куда хочешь. И ходи, куда хочешь. Ты хоть раз ходил туда? Тебя никто никуда не заставляет туда ходить, если ты не хочешь, правильно? И нет таких правил. Но в то же время у других людей есть свобода туда ходить. Никто их не запретит. Знаешь, я о чем говорю? Пускай ходят. И вот я не понимаю, когда в 2020 году какие-то вот средневековые запреты в России, к примеру, которые реально сажают людей в тюрьму за это, понимаешь? И вот это просто дикость какая-то. Вот особенно здесь пожив, я уже не понимаю. Это вот так же вот у меня вот к меньшинствам, да, вот этим сексуальным такое отношение тоже. Ну, слушай, тебя же они не заставляют там идти и вступать с ними в какие-то отношения. Но нет, мы это запретим, мы их будем тоже там оскорблять, мы их будем там палками гнать, да. И вот как-то здесь такая вот легкость и вот, конечно, сожаление, что ну, пускай ходят они, если им это нравится. Нет, я просто пыталась понять, они просто, это, они делают это потому, что у них душа это велит, вот у них есть свободное время, и они пошли это делать, потому что каждый со своим временем располагает по-своему. Я со свободное время люблю пойти видосы поснимать. Вот. А я посмотреть. То есть, это ваша церковь не говорит, что вы, каждый должен это делать там сколько-то часов в месяц, то есть, это не пропагандируют, это просто личное желание. Каждый решает сам. Каждый решает сам. Но Библия побуждает это делать, Библия побуждает евангелизацию проповедовать. Но никто опять же тебе не говорит, что сколько тебе служить, сколько тебе не служить. Понятно. Просто тут вот кажется назойливым, что тебе это не надо. Понимаешь, в этот момент. Точно. О, да. Понимаешь, и ты делаешь выбор свой. Но это не значит, что вот ах, пришли, мне это не надо, значит запретить их. Значит, чтобы я их больше в жизни своей не видел никогда. Это вот как раз вот то, чего нет в Америке. Вот такого подхода. Да. Потому что никого не запрещают. Все живут. Но если что, приедет полиция и с тобой разберется, если вдруг ты переступишь там такую же свободу другого человека. Согласен. Ну. И мне это очень, очень нравится. Я, конечно, вот в Америке я просто, ну, пересмотрел свои даже отношения к другим вот людям, которых я не понимаю и не пойму никогда, но они существуют и пускай не живут. Ну, как бы не нужно пытаться все, что тебе не нравится, запретить. Мне кажется, это вообще путь очень опасный и неправильный. если бы мне дали волю, я бы некоторые каналы запретила. Да, да, понимаешь. Но ты не успеешь запретить, как запретят тебя, потому что ты тоже на кого-то косо посмотрела, да, грубо говоря, знаешь, если тебе кто-то не нравится, ты тоже кому-то не нравишься. Понимаешь, надо как-то вместе уж жить как-то, раз мы живем, правда, а не грызть друг друга вот так вот. Вот такой подход. Получается, твоя жена, вы верите, то есть у вас полная согласия. Мы познакомились как раз в собрании. То есть вы единомышленники, и это важно. Да. Да. Ну, я очень благодарна тебе, что ты вышел на связь, что у нас получилось все-таки по времени состыковаться. Сейчас у нас вообще десять вечера в мобиле, а у тебя одиннадцать. У меня одиннадцать. Ты одиннадцать. Дети спят, вот могу поразглагольствовать. Замечательно. Если вам было интересно встреча с Сережей, пожалуйста, напишите, какие бы вопросы хотели бы вы ему задать. Он их потом почитает, и если у него будет желание выйти в эфир еще раз, мы это, может быть, сделаем. Потому что, бывает так, что люди, я тебя заранее просто предупреждаю, начинают так писать, что человек больше не хочет появляться на канале, просит меня закрыть комментарии, ну, потому что, я закрывала, потому что, или когда начиналось столько негатива, мне было обидно за человека, вот, и я закрывала комментарии, но они, среди комментариев бывают очень интересные, бывают очень веселые, очень добрые, и люди делятся своим опытом, вот, поэтому... Жизнь у всех сложная, у всех она разная. Поэтому ты лучше комментарий не читай, я тебе вопросы могу скинуть отдельно. Но я не обижусь, как бы, если человек от этого станет легче, что он выплеснет как бы свой негатив, свою, свою язву вот эту, освободиться, да пускай пишет, ради бога. Ты такой солнечный, мне просто это, даже странно, как-то. Ну, как это, зачем обижаться? Мы, вот, я не понимаю, как можно плохо писать о человеке, когда ты лично его не знаешь, там, понимаешь? Когда ты с ним не работал. По мне, да. Когда он тебя не предавал, когда он не украл у тебя ничего. Ну, просто, значит, у человека какая-то тяжесть, ему плохо, и вот для него все плохо, все черное, все люди плохие. Ну, если это поможет ему, пускай пишет. Я так думаю. Ну, ты знаешь, мы поймем, мы не обидимся. Вот, я бог сделал отпечаток на тебя, я прям вижу, я прям вижу, что вот, как вот ты говоришь, я очень рада. Я надеюсь, подписчикам понравится, понравилась наша беседа, мы их зарядим на хорошее настроение, на здоровье, благополучие. Любите друг друга. Любите друг друга, и чтобы умиротворение... чтобы с вами люди поступали, так и вы поступайте с ними. видишь, все мы христиане, так давайте не забывать слова Иисуса, которые ко всем нам адресованы. Даже если люди не христиане, мне кажется... А у мусульман еще больше, еще больше на любовь у них направлена, если как бы следовать. Они даже не могут, если враг пришел к ним в дом, они должны его все равно встретить. Накормить. Да, и ни в коем случае не враждовать. У всех религий, на самом деле, вот это добро, оно заложено, и как бы люди, не зная научных ответов, да, они как бы находили ответы в этих религиях наших отцов, в мусульманстве, в иудаизме, в христианстве, и, собственно, выжили как-то, мы родились, дожили до 2020 года, в масках ходим наживы. Ну да, да, да. Ну и так, поступайте с другими так же, как хотели бы, чтобы относились к вам. К вам, да. Все, всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»